МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Алена Матвеева. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь не имеют права отказать. Парламент возобновил компенсацию за перевозку льготных категорий пассажиров. Кто выдаст законную жилплощадь? Семьи военнослужащих, погибших в АТО, пока не стали полноправными владельцами квартир, которые им положены по закону. 33 спортсмена и 30 медалей. Статистика каратистов на открытом чемпионате в Харьковской области. Четырехлапый спасатель. Одна собака вместо 150 работников службы. Восемь часов в зале заседаний. С 11 утра депутаты Запорожского горсовета обсуждают повестку дня. Перед началом работы минутой молчания почтили память героев Небесной сотни среди основных вопросов дня переименование улиц и районов Запорожья, а также демонтаж памятников. Перед началом работы к депутатам обратился городской голова. «Есть закон, и этот закон нужно нам с вами выполнять. Закон выше за предвыборные амбиций, выше за политические, за баганки и рейтинги. Парламент, и мы так вважаем, что радянским памятникам не место на улицах места Запорожья. Проте это не означает, что их нужно руйнувать и поплюжить. Именно поэтому сегодня вопросы декоммунизации внесены на расследование Мирской Рады. Шановные запорожьи, шановные депутаты, я уверен, что мы с вами, громады города Запорожья, депутаты выше за политиканство. Мы мудрее за тех, кто прагнет нами манипулировать и играть на суперечных моментах нашей истории». Одно из первых решений сессии Гурсовета – признание России страной-агрессором, а так называемых ДНР и ЛНР – террористическими организациями. Запороголосовали все 58 депутатов, зарегистрировавшихся в зале. Далее приступили к проектам решений по декоммунизации. Сначала решили голосовать за демонтаж памятников эпохи тоталитаризма. Сразу же внесли поправки в решение, которое обязует демонтировать монументы до 19 марта. Большинством голосов одобрили демонтаж памятника Дзержинскому, бюста Орджоникидзе и памятника Ленину. После небольшого перерыва приступили к вопросам переименования запорожских улиц. Депутаты от фракции «Укроп» в голосовании участвовать отказались, остальные депутаты продолжили работу. Одно из основных решений – проспект Ленина в Запорожье теперь будет называться соборным. Переименование коснулось более ста улиц. Кроме того, Жавтневый район Запорожья стал Александровским, Ленинский – Днепровским, а Орджоникидзевский – Вознесеновским районом. Также депутаты обсудили корректировку бюджета и, в частности, финансирование системы профтехобразований и регламент работы Горсовета. Уже 20 лет центральные власти делают все возможное, чтобы показать общественности активную борьбу с монополизмом. Но, как показывает практика, либо борются только на бумаге, либо махинаторы 21 века находят новые подходы к ведению бизнеса. Не исключение отрасли пассажирских перевозок в Запорожской области. О многочисленных нарушениях законодательства и ущемлении прав легальных перевозчиков смотрите в следующем сюжете. Одним из самых прибыльных мест в областном центре перевозчики называют центральный автовокзал. Говорят, здесь, как и во времена правления Януковича, существует так называемое смотрящие. Есть такой у нас спортсмен, который, да, кличка спортсмен, да. Этот человек, я не знаю, 3 года, никакой управы человеку нет. Он может прийти даже с салона, забрать пассажира, отвезти себе. Он тоже занимается перевозком пассажиров. В областной сети города Запорожья половина автовокзалах, половина нелегалов, половина работает легально. По словам Анатолия Бурлаки, Запорожавтотранс, как монополист областных перевозок, регулярно меняет время отправления автобусов по маршрутам, которые честно выигрываются в конкурсах. Существует и практика дополнительного автобуса, который отправляется за 5 минут до официального времени легальных перевозок. В результате у честных водителей пассажиропоток равен нулю, говорит Анатолий Бурлаков. Заезжая на автовокзал, подходят пассажиры и спрашивают, у вас место есть? Водитель говорит, да, конечно, идите, купите билет и поедем. Приходят туда, им говорят, что на этот рейс билетов нет. Билетов нет. Поедете следующим. Если вы поедете на областной вокзал и станете, выиграете тендер и приедете на вокзал, вас просто могут не загрузить. Вот так вот могут не загрузить. У меня очень много жалоб есть. От водителей. Один из водителей, пожелавший остаться неизвестным, поделился с нами информацией о структуре работы запорожских автостанций. К примеру, я покупаю у диспетчера 5 посадочных мест. Каждое место стоит 5 гривен. За то, что оно не будет продаваться. И на него наложить брони. После этого я стою у своего автобуса, перед отправкой, зазываю пассажиров и получаю наличные деньги. С этих денег я обязан отдать примерно в среднем 30%. Сразу же после посадки и оформления маршрутного листа. Деньги я должен передать в особой комнате, в здании вокзала. Легальные перевозчики утверждают, развалить современную коррупционную сеть не так просто. Этого же мнения придерживаются и представители власти. Более подробно об основных коррупционных схемах и возможностях решения существующих проблем смотрите завтра в программе «Тыждень Пицумки» на канале ТВ5. Вопрос по льготному проезду участников АТО, инвалидов и пенсионеров решен. Об этом заявляют местные власти. Уже вчера в Верховной Раде был принят закон 4024 о поправках в бюджет. Для перевозчиков возобновили компенсацию за перевозку льготных пассажиров. На эти цели из государственного бюджета планируют выделить около 2 миллиардов гривен. Все подробности расскажет Ольга Павлюк. В погоне за гривны перевозчики часто идут на крайние меры. Так и с льготными местами в салоне. Общепринятых правил нет и горожанам остается лишь надеяться на снисходительность водителя. Несмотря на все заверения о рейдах по маршруткам защиту льготников, многие водители продолжают брать максимум одного льготника в салон. А то и вовсе в глаза врут, что льготное место уже занято. Грубил, хамил, говорил, что и так кормит нас, мол, живем за его счет. И мы все участники боевых действий, но очень плохие люди. Пишет Максим Боб, которому и было отказано в бесплатном проезде. Как сообщают пользователи соцсети, военный предъявил водителю 82 маршрута удостоверение УБД. А тот крикнул, что у него одно льготное место. После чего начал хватать бойца АТО за кортку и выталкивать из маршрутки. Как любой льготник, естественно, я сталкивался с различными ситуациями. Начиная от того, что да, пожалуйста, проходите, садитесь. Заканчивая тем, что не буду я тебя везти, денег ты мне не заплатил. Народные депутаты вернули перевозчикам компенсацию затрат на перевозку льготных категорий граждан. Из государственного бюджета планируют выделить около 2 миллиардов гривен. Но в органах местной власти говорят, этой суммы все равно недостаточно. Из 87 миллионов для области только 3 нужно оплатить за предыдущий месяц. В целом это покроет лишь 30% от необходимого. В полном обсяге мы должны компенсировать. То есть участник АТО, независимо, или инвалид войны, или участник АТО, ему должны компенсировать, не ему, а перевозчику в полном обсяге компенсировать пельговый проезд. Мы должны отойти от компенсации перевозчикам за пельговые перевезения, а прийти до наддания адресной грешевой допомоги. С таким предложением уже не раз выступали в парламенте. Однако для адресной помощи денег в бюджете нет. Вот и приходится незащищенным категориям самостоятельно бороться с несправедливостью. Ошибку исправили, деньги выделили. Перевозчикам снова будут компенсировать проезд льготников. Улучшит ли это отношение водителей к таким категориям граждан, покажет лишь время. А сами льготники уже сегодня предлагают решение проблемы. Мне понравилась ситуация, которая со мной в Новомосковске произошла. Когда зашел в маршрутку, а водитель маршрутного такси попросил предъявить удостоверение непосредственно в камеру, которая находилась, находится у него в салоне маршрутного такси. То есть это будет у них все там и фиксироваться, и отображаться. Пока есть лишь право на бесплатный проезд, но нет механизма его реализации. Ольга Павлюк, Олег Мовчанюк, Андрей Снисаренко, ТВ5. Несколько дней назад государственное предприятие Бердянский морской торговый порт представило на заседании Кабинета министров финансовый план развития на 2016 год. К сожалению, утвердить главный документ нынешнего года портовикам не удалось. Финансовый план отправили на доработку. В чем причина, разбирался наш корреспондент Игорь Стрельцов. Поработали хорошо, отдохнем, знаем, за что работаем. Скоро зарплата, надеюсь, будет все в порядке. Игорь Путря, бригадир докеров Бердянского порта, каждый день отработав смену, возвращается домой с уверенностью, что его труд будет оценен достойно. Сейчас уровень зарплаты позволяет семье докера не только своевременно оплачивать коммунальные услуги, но и обновлять домашнюю бытовую технику. Более современную газовую плиту, более современный холодильник. Вот то, что я считал нужным, что нужно заменить. Среднемесячная заработная плата докера-механизатора из-за увеличения объема перерабатываемых грузов в прошлом году выросла вдвое – до 17 тысяч гривен. На заседании Кабинета министров при обсуждении финансового плана Бердянского порта было отмечено, что такой рост может отрицательно повлиять на прибыльность предприятия. Сутия вознижения почистого пробудка предвучается до ревня 136, так? Так. И какие причины. Причина номер один – оплата работы увеличивается в 1,7 раз. Другая – там вытраты, согласно с каким-то колд-договором, увеличивается на майже 5 миллионов гривен, або 3-4 раз. Позиция правительства по финансовому плану руководству Бердянского порта непонятна. Все показатели заранее согласовали в профильных министерствах. Мы не просто предприятие, мы жестко регулируемое государственное предприятие. Мы не можем уйти влево, вправо от каких-либо требований. И вот эти все высказывания, которые были нам выданы, как будто бы впервые финансовый план появился. Несмотря на такие разногласия, порт по закону обязан учесть замечания и внести соответствующие изменения в финансовый план, который, вновь пройдя все согласования, будет представлен на заседании правительства. В доработанном плане среднемесячная заработная плата будет снижена с 13 до 11 тысяч гривен. Мы найдем возможность выплатить нашему коллективу, если у нас будет работа, если мы нормально будем получать доходы в соответствии с требованиями инструкции и законов. Мы будем увеличивать заработную плату людям. И столько, сколько заработают, столько и выплатят. Но как работать дальше, не вкладывая деньги в развитие, говорят в порту, неизвестно. Премьер-министр Арсений Яценюк отказал в реализации инвестиционного проекта строительства зернового терминала в Бердянске, стоимостью более 100 миллионов гривен. Его окупаемость от 2 до 5 лет. Мы поставим 4 бочки, каждая по 8 тысяч тонн единовременного хранения, плюс галерея, место для выгрузки вагонов, место для выгрузки автомобилей и погрузочная машина с нормой, как я уже говорил, 700 тонн в час будет осуществлять погрузку на суда именно в этом регионе. Учитывая, что государство не хочет вкладывать средства в развитие прибыльного предприятия, грузопоток в порту может уменьшиться, что повлечет за собой снижение уровня заработной платы. Работа тяжелая. Работа на дожде, работа на снегу. И работать за 2 тысячи или за полторы. Я не знаю, кто будет работать. Дмитрий Злачевский, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. В памяти героя минские договоренности есть, а результата нет и женщина-космонавт в Запорожье. Об этом и не только. Далее в выпуске не переключайтесь. Двое на качелях. В Запорожском театре молодежи состоялась премьера спектакля. Традиции украинского барокко, петриковская роспись, исторический вид граффити и нематериальное наследие ЮНЕСКО. Долгожданный реванш. Баскетбольный клуб Запорожье обыграл в родных стенах команду из Черкасс. Помощники горных спасателей собаки не понимают всю важность своей работы, делая добро. Герои не умирают. Сегодня на фасаде классического приватного университета открыли мемориальную доску военнослужащему Михаилу Гончаренко. Парень погиб под Артемовском в июле 2014 года. Почтить память погибшего бойца пришли родственники, друзья и сослуживцы. Побывали там и наши корреспонденты. Во дворе классического приватного университета людно. Почтить память бывшего студента пришли родные и близкие, преподаватели и однокурсники. Я помню Михаила, когда он шел еще на строковую висковую службу. Это было в жовтне 2012 года. Тогда с областного сборного пункта мы отправляли лучших представителей Запорезького края в окремый полк президента Украины. После срочной службы Михаил Гончаренко вернулся домой и работал юристом, но недолго. События на востоке Украины не оставили его равнодушным. В первую волну мобилизации парень отправился добровольцем в зону АТО. Там служил в 93-й отдельной механизированной бригаде. Вырос мальчик с убеждением о том, что защищать семью, защищать друзей, свою землю – это нормально. Потому что мужчина должен это делать и уметь это делать. 23 июля 2014 года бригада Михаила попала в засаду. Боец прикрывал от пулеметных и минометных обстрелов своих собратьев. Был ранен. Вырвавшись из засады, товарищи пытались доставить парня в госпиталь, но не успели. Сердце солдата остановилось. Этот парень попал в своё життя за то, чтобы зайдут и пришли на нашу территорию, не делали тех неверств, того зверьства, которое они делали в Господе. Этот парень воевал не с какими-то бандитами или террористами, он воевал со страшными врагами. Указом президента Украины за героизм, проявленный в борьбе за государственный суверенитет и территориальную целостность страны, Михаил Гончаренко был посмертно награждён орденом за мужество третьей степени. На Мишином примере я хочу сказать, что, наверное, молодые люди вот этого поколения, они лучше нас. Они образованные, они открытые. Они способны принимать решения и совершать поступки. Они самостоятельные. Тут они сильнее нас и лучше, и слава богу, что они у нас такие. Екатерина Даншина, Юрий Васильченко, ТВ5. Перемирие под звуки миномётов и свист пуль. Штаб АТО ежедневно сообщает о десятках обстрелов, в том числе из вооружения, запрещённого минскими договорённостями. Наша съёмочная группа продолжает следить за развитием событий на Донбассе. Как в таких тяжёлых условиях живут мирные люди? В репортаже Евгений Мельник. Больше всего страдают населённые пункты, которые находятся на краю зоны соприкосновения. В селе Бердянское разрушение по улице Нагорной говорят сами за себя. Этот дом в таком состоянии с прошлого года. Ближайшие тоже разрушены. Украинские военные говорят, огонь ведётся в основном из стрелкового оружия. Но иногда со стороны противника работают гранатомёты и миномёты. Наша сторона фиксирует обстрелы, которые происходят со стороны Коминтерного, со стороны Широкиного. Это всё влияет на настроение населения, естественно. Потому что настроение населения... Чем больше обстрелов, тем народ, скажем, беспокоится всё больше и больше. Посёлок Широкино в пяти минутах езды. В населённом пункте жизнь остановилась. Гражданские его покинули, их дома восстановлению не подлежат. В Бердянском ещё остались люди. В основном их поддерживают военные. Многие волонтёры не решаются ехать в этот район. Побоялись приехать. Доехали практически до Мангуша. Выгрузились в Мангуша. И теперь мы организовываем доставку из Мангуша уже в сёло, которое находится непосредственно возле линии соприкосновения. Мы везём гуманитарку. 12-летняя Катя живёт здесь с раннего детства. Даже когда начались активные боевые действия, семья не уехала. Девочка, признаётся, не раз попадала под обстрел. Внезапно начался обстрел. И вот я увидела, как дом их разбомбило. Ну, угол только разбомбило. И вот мы не знали с мамой, куда спрятаться. У нас была только мама, папа и я. Папа-то сразу под забор. А мы с мамой не знали, куда ближе к папе. Просто папа нас более уже научил всему. До шестого класса училась в школе, которая находится в Широгино. Вспоминает, волновалась каждый раз, когда ехала на учёбу. Опасения подтвердились. Прямо во время занятий начался обстрел. Я поехала в школу с соседом на автобусе. И у нас там начали стрелять сильно. На шпиль там начали стрелять возле школы. Падали снаряды. И у нас вот это мы все, только начинается первый урок, мы все давайте в коридор собрались. Мы у нас всех перепугались. Мы звонили родителям, чтобы как-то забрать нас. Потому что автобуса нет. Ну, только в три часа был бы. За прошедший год Катя поменяла три школы. Сейчас учится в селе Виноградное под Мариуполем. Надеется, что вскоре боевые действия пойдут на спад. Нашим телезрителям девочка желает жить в мире и поддерживать друг друга. А запорожским школьникам учиться только на хорошие оценки. Чтоб были все живы и здоровы. Чтоб закончилась эта война. Чтоб были все бегали и были все отличники. Наша съемочная группа будет продолжать следить за развитием событий в зоне АТО. Более подробное о происходящем на линии фронта в спецпроекте «Донбасс сегодня». Евгения Мельник, Юрий Васильченко, Александр Кровец, ТВ5. Запорожье уже с третий раз посетила знаменитая американская женщина-астронавт Шеннон Люсит. В этот раз она приехала к студентам. Планирует провести занятия по изучению английского языка и поделиться своим жизненным опытом. На встречи побывала Евгения Ли. Шеннон Люсит – американский астронавт. На ее счету пять полетов в космос. Среди женщин она рекордсменка по продолжительности пребывания в космосе. В Запорожье приехала провести семинары по изучению английского. Я здесь для того, чтобы помочь студентам Украины изучать английский язык. Программа рассчитана на недельный курс изучения английского. Подобные проекты по внедрению иностранных языков. Большой шаг к развитию запорожской молодежи, утверждает Люсит. Занятия планируют проводить исключительно на английском. Это главное требование к студентам. Мы будем находиться в Запорожье в течение недели. Будем общаться со студентами на абсолютно разные темы. Просто для того, чтобы они могли говорить по-английски. А также могли общаться с представителями Америки, у которых английский язык – свой родной. В такие English Club должны быть вовлечены школьники. Чем раньше, тем лучше, уверен заместитель городского головы Анатолий Пустоваров. Учить иностранный язык необходимо не для того, чтобы уезжать из Украины, а чтобы найти хорошую работу в Запорожье. Поэтому такие программы планируют реализовывать и в дальнейшем. Мы обсудили некоторые наработки, которые уже есть. Созданный English Club, который работает в наших вузах, они уже успешно себя зарекомендовали, потому что действительно всегда полезно, когда студенты и те люди, которые изучают иностранный язык, общаются именно с носителями этого языка. В Запорожском театре молодежи состоялась премьера спектакля «Двое на качелях» по мотивам пьесы американского драматурга Уильяма Гибсона. На сцене лишь два актера, но при этом сюжет наполнен множеством событий и яркими диалогами. Наша съемочная группа наблюдала за непростыми отношениями героев. «Я позвонил, чтобы пригласить вас пообедать и пойти в театр». «Что же вы не пригласили?» «Боялся, что вы скажете «да».» Один звонок и жизнь уже не будет прежней. Молодая и легкомысленная танцовщица Гетель знакомится с амбициозным адвокатом Джерри, который остро переживает развод с женой. Небольшая сцена Запорожского театра на время превращается в огромный Нью-Йорк, где встретились два одиноких сердца. К этому спектаклю актеры шли не один месяц и не один год. Именно они решили показать свою версию пьесы Уильяма Гибсона. И когда они сделали самостоятельную работу, показали художественному совету, мы приняли решение поддержать ребят. Я взялся, в общем, как-то помочь им с пространством, с режиссурой. И сегодня они уже работают в театре. Я имею в виду спектакль. Отношения Гетель и Джерри развиваются стремительно. Словно качели, нежные чувства то и дело сменяются всплесками обид. Две противоположности стали заложниками этой любви и держатся за нее, как утопающий за соломинку. Наверное, она, как и все мы, чего-то не понимает в жизни, особенно в психологии мужчина и женщина. Это всегда очень сложно. И очень сложно пристроиться к тому или определенному мужчине. И вот с этим мужчиной, который рядом с ней, Джерри, наверное, она неправильно немножко его поняла. И неправильно разгадала. Своей героиней актриса нередко узнавала себя. Так близка была ей эта роль. Но вот Петру Жалеву пришлось немало поработать. Глубокий самоанализ помог актеру прочувствовать характер персонажа. Что вы на меня орете? Я в вашей же пользу. Я не люблю кричать на людей. И к тому же я рада, что вы мне позвонили в Жерри. Есть вещи, которые мне нужно было доставать, которые я всю свою жизнь глубоко прятал. Нет, я не такой. Нет, я так не поступлю никогда в жизни. Я не смогу вот так вот отнестись к женщине. Ну, сложнее всего, конечно, была жесткость. Жесткость по отношению к женщине, которой необходима помощь. Но через вот эту вот жесткость, бескомпромиссность мой персонаж пытается ее вытянуть из ям, в которой она находится. Традиционного хэппи-энда зритель не дождется. Но понятно одно. На качелях жизни все возможно. Главное – удержать равновесие и не потерять себя. Мария Маракелян, Эдгар Копытов, ТВ5. Уникальный исторический вид граффити и нематериальное наследие ЮНЕСКО. Петриковская роспись. Хоть родом это живопись из Днепропетровской области, запорожцы не хуже освоили азы этого искусства. И даже больше. У нашего края уже сформирован особый стиль росписи. Какой он знает мастерица Запорожья? На ее мастер-классе побывали наши журналисты. Яркие цветочные мотивы, растительный орнамент и завитушки. Это традиционные элементы петриковской росписи. Количество картин в коллекции Оксаны Хижняк не сосчитать. Этим народным искусством художница занимается на протяжении 20 лет. Это народное, это близкое нам, это ярко. Сейчас такую погоду, зимой. Петриковская роспись вообще очень хорошо рисуется. Сразу вот это глянешь, солнышко, сразу лето, настроение веселое. Ну и потом, несмотря на то, что это старинное народное искусство, каждый мастер, каждый человек вообще его делает по-своему. Его можно как бы через себя пропускать, каждый раз находить что-то новое, что-то свеженькое, интересненькое. В традиционной петриковской росписи цветы изображают стилизованно. В работах художницы растения максимально приближены к естественным. Техника ее росписи проста. Сначала карандашом наносятся очертания изображения, а затем с помощью желтка, клея и обычной гуаши картинка оживает. Значит, какой логовитк, смотрите. Взяли красочку, ну я от себя делаю, вы к себе, да? Поставили на край, а поцарапали к середине. Повернули листик, взяли красочку, поставили, поцарапали. Опять, повернули листик, так чтобы он всегда был к вам. Взяли красочку, на каждый лепесточек красочку. Художница пишет по старинным правилам – мочками пальцев. Тонкие узоры рисуют самодельными кисточками из кошачьей шерсти. Говорит, чтобы работа получилась идеально, стоит учитывать все детали традиционной техники. Раньше краски разводили на желтках и молоке, сегодня используют акрил или акварель, смешивая с клеем. Самое важное при прикурке – это развести правильно краску. Красочка должна быть, как сметанка. Или желточек добавляем, или клей ПВА. 200 лет тому назад наши предки таким орнаментом украшали предметы быта, интерьер и экстерьер дома. Сегодня стиль петриковской росписи стал народной классикой. Мастера говорят, петриковские узоры никогда не выйдут из моды. Я не стремлюсь расширить диапазон своих предметов. Тут у меня ученики идут дальше. Они рисовали на пряниках, на бубне, на мобильных телефонах, на принтере рисовали. У меня была ученица, она была несколько уроков, она рисует на черепах. Она даже на черепе рисовала петриковскую роспись. Кроме картин, мастерица расписывает деревянные обереги и украшения. Ее работы известны в Швеции, Израиле, Арабских Эмиратах и во Франции. Сейчас Оксана Хижняк популяризирует петриковскую роспись среди запорожской молодежи. Кристина Залевская, Игорь Бахиркин, ТВ5. Условия для всестороннего развития детей и молодежи. В селах их особенно не хватает. В Юльевском учебно-воспитательном комплексе уроки физкультуры проходили в мастерской. Все потому, что спортзал находился в плачевном состоянии. Протекающая крыша, осыпавшаяся штукатурка, прогнившие полы. Решить проблему помогло участие в конкурсе социальных проектов «Мета-город», который проводит комбинат «Запорожсталь». Сегодня в школе настоящий праздник. На открытии реконструированного спортзала побывали наши корреспонденты. Еще месяц назад учащиеся Юльевского учебно-воспитательного комплекса не могли нормально заниматься физкультурой. Если спортинвентарь для детей педагоги находили, то с помещением для уроков проблема не решалась несколько лет. Они занимались в мастерской, занимались на улице, у них не было условий. У нас 4 года не было спортзала, он не функционировал, он был на ремонте. Родители учеников вспоминают, состояние помещения было действительно плачевным. Стелли, считайте, не было, развалены, шли не выпали, стены в ужасном состоянии, подлоги, как такой, взагал, тоже не было. Решить проблему удалось благодаря участию в конкурсу социальных проектов «Мы – это город» в 2015 году. На реконструкцию спортзала в Юльевке получили грант на 27 тысяч гривен. Часть средств предоставил новоалександровский сельсовет. Ремонт школьники и их родители делали сами. Сегодня торжественное открытие спортзала. Своё мастерство показывают воспитанники секции гиревого спорта. Среди гостей на открытии чемпионка мира по гиревому спорту «Любовь Черепаха». Мне очень приятно, что меня пригласили на открытие вот этого маленького спортивного зала. Пускай он будет сегодня у вас маленьким. Но именно отсюда начнутся ваши первые шаги в спорту. Учащиеся комплекса отметили. Теперь для занятий физкультурой и спортом появились все условия. Мы занимались в классе трудового навчания. Это было неудобно? Конечно, неудобно. Много людей. Теперь, конечно, лучше будет. Много места, оборудование, куда поставить. Организаторы конкурса «Мы – это город» уверены. Реализация этого проекта в очередной раз показала. Решать любые проблемы реально. Нужно лишь объединить усилия. Несмотря на кризис, объединившись небезразличные люди, социально ответственные предприятия могут делать просто добрые дела, которые улучшают жизнь наших жителей Запорожского края, делают ее немножко лучше, немножко качественнее. Анатолий Журавлев, Руслан Шевченко, ТВ5 Шахтер подарил бывшему футболисту «Металлурга» шлем знаменитого вратаря Петера Чеха. Экс-игрок «Металлурга» Юрий Штурко восстанавливается после перенесенной операции. Сейчас он тренируется в специальном шлеме, который, кстати, в свое время принадлежал экс-галкиперу «Челси» Петеру Чеху. В данном случае помогла медицинская служба донецкого шахтера, у которой есть связи с коллегами из «Челси». Они созвонились с англичанами и буквально через три дня шлем был у меня, рассказал Штурко. Жест доброй воли не помог шахтеру вчера преодолеть шальки в Лиге Европы. Игра с немцами закончилась ничьей 0-0. О других новостях спорта в Запорожье далее в эфире расскажет Руслан Левицкий. Руслан Левицкий. Каждый раз сильнейшая была команда «Черкас». Сломать эту традицию запорожьи спробовали в домашнем матче. Стартовые хвилини шоковали господаря. Завадский, Антонець и Артамонов очень быстро сделали рахунок 7-0 на користь «Черкас». Запорожьи оговталися на прикольной четверти. Якову Змитровичу удалось скоротить ризницу до трех очков. Гості снова відповели ревком. У второй четверти Александр Кобец сбільшает перевагу «Черкас» 35-25. Повели в середину второго четверти 10 очков. Но я как играл здесь, когда для Запорожья минус 10, даже минус 15 – это не преимущество. Стоило минуту-полторы расслабиться. Получили три трех очковых. Все, они возвращаются в игру. В потребный момент своё слово сказав капитан Запорожья. Програючи мінус 12, Александр Рибалко двічі поспіль закинув з периметру. Ще три очки в наступной атаці, від Якова Змитровича, повернули прийнятную різницу в мінус 3. Перша половина зустрічі завершувалася з рахунком 38-41. Активно набирав очки під час третьої чверті Антон Сайянко, який проводив свій найкращий матч у сезоні. Запорожьці нас доганяли суперника в рахунку і в середині періоду нарешті зуміли вийти вперед 49-47. За ключну чверть команди розпочинали за рахунку 58-58. Трьохочкові Рибалка та Чегринова роблять перевагу Запоріжжя плюс 6. Поступово її вдалося збільшити до 10 очок. Суперник був деморалізований. Господарі, реалізовуючи штрафні китки, здобули довгоочікуваний реванш 82-75. Прежде всего хочу поблагодарити за підтримку болівщиків. Вони сьогодні дійсно були шестим игроком, які в трудний для нас момент, коли ми переглядали 10 очків, змогли підняти нас з ту янку, де ми катілись. І побіда прийшла з-за того, що сьогодні дійсно була команда на площадці. Нікого не можна виділили, всі були єдини, всі побілись як єдине ціло. Олександр Рибалко провів фантастичний поєдинок, ледь не оформивши тріпл-дабл. У нього 17 очок, 9 підбирань та 10 передач. Вже завтра Запоріжжя спробує перемогти ще одного конкурента – баскетбольний клуб «Миколаїв». Початок гри у суботу в Палаці спорту «Запоріжж-Алюмінбуд» о 14.00. Флорболісти Малітопольської скали п'ятий сезон поспіль завершують регулярний чемпіонат вищої ліги на першому місці. Здобути цей результат вдалося у Луцьку, де відбулися матчі третього туру чемпіонату України з флорболу. Серед семи найсильніших команд країни, шесть Запорізького краю традиційно представляє Малітопольська скала. Третій тур є заключним етапом регулярного чемпіонату, за пісумками якого визначається четвірка найсильніших команд, який розіграє чемпіона України під час серії «Плей-офф». Згідно з календарем, Малітопольська команда проводила три гри на заключному етапі. До цих матчів флорболісти Малітополя були на другій сходинці турнірної таблиці. Однак у разі перемог повертали собі перший рядок. У дебютній грі проти минулорічного фіналіста чемпіонату Новороздольського «Скіфа» була здобута бойова перемога з рахунком 6-3. Потім розгром столичної команди КФК 11-3. В останньому матчі «Скали» протистояв львівський «Лемберг», який випереджав малітопольців у турнірній таблиці. До того ж «Скала» тричі поступалася львів'янам в останніх матчах. І незалежно від результату, цей поєдинок набував дуже принципового характеру. Тренер вирішив нам вибачитися в іграх, робити все те, що ми вважаємо потрібним, робити все те, що ми працюємо на тренуваннях, не цеплятися за результат. А от Львов, скоріше всього, дуже боявся проіграти. Дуже боявся проіграти. Вони почали з нами іграти, зразу я вам скажу, не в свою ігру, яку грали завжди. Вони почали з нами іграти, боячи пропустити гол. Те, що львів'яни боялися, з ними і сталося. У воротах Лемберга побувало аж 9 голів. «Скала» перемогла свого головного конкурента і вийшла на перше місце за підсумками регулярного чемпіонату. Ця победа, вона дуже важна з психологічної точки зрения, виходити на плей-офф в такому тонусі победителі. Знову ми нащупали свою ігру, знову взяли вже все повністю в свої руки. Нам вже достався соперник по плей-оффу з київських КФК. Ну, це найудобний соперник, який мог би нам достатися з остальних трьох колективів. Матчі стадії плей-офф відбудуться у запорізькому спорткомплексі «Мотор Січ» з 15 по 17 квітня. 33 спортсмени і 30 медалей. Такий результат показали запорізькі каратисти на відкритому чемпіонаті Харківської області. Місцеві спортсмени вдало дебютували на змаганнях. Чому, знає Оксана Якименко. Близько двох кілограмів – це загальна вага зароблених медалей. З відкритого чемпіонату Харківської області запорізькі каратисти привезли 30 медалей. Переможцями та призерами стали навіть наймолодші учасники. 30 медалей різного гатунку привезли запорізькі спортсмени з Харкова. Із них 14 бронзових, 9 срібних та 7 золотих. На змаганнях наше місто представляли 33 учасники з клубу «Каратейпон». Були участь як в ката, так і в куміте, тільки в індивідуальних відах. Командних відах на цих соревнувати не було. Там були категорії всі повноцінні. І як і жінки, мужчин, так і мальчиків, дівчинок. Повні категорії, мінімум 10 людей в кожній категорії. Марина виборола два золота у розділах ката та куміте. На змаганнях у дівчини було дві головні суперниці – колега з рідного клубу та харків'янка. Саме бій з господаркою татами запам'ятався спортсменці найбільше. Антону оформити золотий дубль не вдалося. Зі змагань він привіз золото і срібло. У своєму улюбленому розділі куміте хлопець став другим. Залишивши позаду 16 суперників, Антон програв фінальний бій харківському спортсмену. У відкритій першості Харківської області наші спортсмени брали участь перше. Окрім господарів та запорізьців, за медалі змагалися ще й каратисти із Сумщини. Перемогу у двох розділах виборювали близько 400 учасників. Зборну команду нашу і також більш сильні спортсмени, які займаються вже зборною клубом. Вони спробували себе як в підготовительних соревнованнях перед чемпіонатом України. Зараз спортсмени, в тому числі Антон та Марина, продовжують шліфувати свою майстерність на тренуваннях. Каратисти готуються до чемпіонату України, який у квітні прийматиме Київ. Оксана Якименко, Денис Опалів, ТВ5. Поки запорізькі спортсмени перебувають на міжнародних змаганнях, ми продовжуємо вболювати за них. Аби оперативно дізнаватись інформацією з міжнародних арен, а також як живеться запорізьцям під час спортивних відряджень, ми спостерігаємо за ними у соцмережах. Цими днями запорізька теквондистка Дар'я Яковлєва брала участь у престижному турнірі в Туреччині «Туркіш Оупен». Як бачимо, окрім самих змагань та тренувань, запоріжанка знайшла час відвідати і морське узбережжя, і прикупити турецьких сувенірів. Жан Беленюк ділиться світлинами з київського турніру, який він виграв. Борець дякує всім, хто прийшов його підтримати. Особливі слова адресує головному вболівальнику і хрещеному сину Михайлу. «Без його підтримки мені було б складно сьогодні виграти», – говорить Жан. Запоріжанка Вікторія Кесар цими днями тестує Ріоде Женейро. Зараз там перебуває збірна України зі стрибків у воду. Влітку це місто прийматиме Олімпіаду. Тож, треба призвичайуватися, ти права. І це була остання інформація у випуску. Приємного відпочинку і переможних вихідних. Чотирьохлапые лавинные спасатели. Ці чинки – перві помощники для горних спасателей. Вони обучені помогати в сложних ситуаціях, а також быстро і эффективно обнаручувати пострадавших от лавини. Один такий піс може замінити 150 членів спасательной групи. Сами собаки не понимають важність своєї роботи. Вони знають только то, що зробили щось хороше. Це була последня інформація в випускі. Напомінаю, о новостях з Запорожжя і області ви всегда можете узнать на нашому сайті tv5.zip.ua. Якщо ви хочете поделитися з нами інтересною інформацією чи видеоматериалами, розказати про проблеми чи висказати своє мнення, пишіть главред.tv5.zip.ua. В студії работала Алена Матвеєва. Всего доброго! Алена Матвеєва